Добрый вечер! А известно ли вам, что происходит в любимом мегаполисе по ночам? Добрый вечер! Ну, насколько добрые вещи происходят по ночам или недобрые, зависит от того, чем вы, в общем, занимаетесь. И мы сейчас участвуем в мероприятии, в котором участвуют другие люди, в достаточно большом количестве, очень много машин. Вопрос, зачем они это делают? Итак, пятница. Ночь с пятницы на субботу. В городе начинается акция. Называется она «Ночное ориентирование». Мы еще пока не сориентировались, что мы будем делать. Сейчас сядем в машину, получим задание и поедем по маршруту. До встречи! По самым скромным подсчетам машин собралось около 40, хотя непосредственно участников было 20 экипажей. ПДД не нарушаем, внимательно читаем легенду. Все задания к выполнению обязательно. Понятно. Что у нас дальше идет по графику? Мы получаем первое задание или мы получаем сразу весь пакет? А вы это узнаете. Отлично. На первом чеке, соответственно, дальше и так далее, и так далее, и так далее. Понятно. Ну, ПДД обязуемся не нарушать? Мы постараемся. Да, мы обязуемся, да, не нарушать. Время... 30 секунд. Стоим 30 секунд еще. Я, как всегда, буду краток. Когда-то давно, и неправда, я приехал в столицу нашей Родины где-то в году 1980-го. Встретил я девушку. Но, по-моему, она была замужем. Она с мужем еще какой-то ножик с молотком держала в руках. А сейчас приехал. Там вместо них еду из окошка продают по ночам. Вот так мне кажется. У вас и ждет первый чек. Машина на аварейке. Ну, что такое чек, это понятно. Это машина, которая будет стоять, проверять. Ну, чекпоинт, скажем так-то. А мне неясно, почему приехал в 1980-м году. Понятно? В каком году памятник поставили? Ну, как понятно, иллюзий, как быть, не может, да? Речь идет о структуре Мухиной и рабочей колхознице. Ну, мне кажется, это настолько очевидно, что должен быть подвох. Мне понравились лица молодых людей, которые играют. То есть, молодежь думающая. На чем? Не имеет значения. Не имеет значения. Главное, что она думающая. Не такое стадо. Вот люди, которые приехали, объединились по интересам. И интерес, кстати говоря, далеко не самый плохой. Вот что вас объединяет? Жажда скорости. Только скорости? Адреналин. А почему не на треке? Почему здесь? Это же не безопасно, мне кажется. Потому что нет возможности именно в Москве, нет возможности участвовать, допустим, выходить на треке. Потому что нет оборудованных трасс. Ты даже не в треках делаешь. Вообще совершенно другое. Ну да, это совершенно не запах городу. Вы же не можем там по кругу кататься, это просто адреналин на самом деле. Уже прованной. Вот, вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Мы вот здесь. Нам нужно вот сюда. Вот текст задания. Удачи. Ха! Так это А. О! А! Все. Я понял. Спасибо. Все очень просто. Мы вот здесь. Надо вот сюда. Вот текст задания. Текст задания. Захватите с собой два лайма. Машина на аварийке. Два лайма. Захватите с собой два лайма. Ты уже разгадал ребус? Тёма, мне кажется, что мы теряем время. Ээээ... Ну, мне кажется, что супешка, она здесь неуместна. Нам нужно просто поехать и по карте найти нумерацию домов. А мы их сейчас найдем здесь по карте нумерацию домов. Ну, подожди, а что нам мешает поехать сейчас? Ээээ... Ты будешь ехать, я буду смотреть. Ну, надо же быстрее же. Ну, надо же... Это же... Это же все-таки... Хоть и не быстрое, но это горькое. Эта игра, которая, помимо всех прочего, она еще и успокаивает нервы. Вот, видишь этот домик? Я вижу. Вот 16. Я вижу. Вот нам сюда. Мне непонятно, захватите с собой два лайма. Точно, два лайма. Ну, там магазин. Овощи фрукты. Лайма это лайм. Лайма это зеленый лимон. Я, видимо, нам скажу что-то такое хорошее, что у нас... Лица станут кислыми? Не-не-не, у нас лица станут настолько не кислыми, что надо будет закусить лимоном. Так... Лайма есть у вас с собой? Нет у меня лайма. А как быть? Ну, слушайте... А как быть? Ну, мы же... А как быть? Мы же как будто бы не по-настоящему, да? А как быть? Нет, мы по-настоящему. Я объясняю. Мы играем в эту игру, но мы играем ни на что не претендует, да? То есть вы пытаетесь меня уболтать? Увести. Это наша работа. Лайма. Отлично. Мужчина. Вот, блин. Угости людей. Как больше нравится. Есть после шести вредно. Мы направились в центр Москвы, где вас будут ждать девы невиданной красы. Но видится вы должны с цветами. Хорошо, мы купим. Что значит, а с цветами МММ? Вот это тебе не напоминает зубцы кремлевские страны? Зубцы кремлевские страны. Абсолютно согласен. Ну что, поехали в сторону Кремля? Ну поехали, передумали по дороге. Двигаемся? Двигаемся. В самый центр Москвы. Здравствуйте. Научно и горьким опытом с лаймами, мы решили, что на встречу с прекрасной незнакомкой надо приехать с цветами. Ну вот, купил я Эрисов на 380 рублей. 0,0 копеек, кровно заработанных. А девушку еще пока не видел. Не знаю, какова она из себя. А вон девушка невиданной красы, видимо. Все сходится. Звезда, упавшая на берег серый и земной, и девы невиданной красоты. Две. Букет 1. Букет 1. Видимо, нас таким образом хотели поставить ситуацию конфуза. Ну, очень приятно, девочки, что мы сюда добрались. Наверное, мы здесь не первые не хочем найти пароль. И где ж та звезда упала на берег серый и земной? Серый и земной, да. Ответ не написан, но вот вам цветы. Это вам. Давайте нам задание, мы полетим дальше. У нас по истории получается так, что у нас участникам должно нарисовать жирный крест на лбу помадой. Поскольку фотография в правах у меня без креста, я надеюсь, Владимиру поставят два креста на голове за меня еще один. Это ребята. Тебе самое приятное. И лайм, и крест. А сейчас вы направитесь на костюмированный бал в самый молодежный дворец. Там вас ждут крестьяне, и чтобы они вам дали следующий чек, необходимо сойти за своего и предъявить фото в обнимку со священным животным страны Индия. И приехать туда нужно в арабском национальном головном уборе. Так, ну, самый молодежный дворец это на Комсомольском проспекте. Извини, перебиваю, а вот кто-то еще пришел. Мы не самые глупые. Это всегда приятно. Значное ориентирование – это фразы, которые мы как бы придумали сами от себя, называются они там по-другому. Но суть этой игры, она очень верно отражается. Нужно ночью сориентироваться по некой легенде. Побеждает тот, кто меньше всего времени затратит на разгадывание ребусов и, соответственно, на то, чтобы доехать до очередной точки, загаданные вот в таком вот ребусе. Но при всем при этом правилам и регламентам запрещается любое нарушение правил дорожного движения. Стыдно, господа ведущие в таком возрасте оставаться такими наивными. Все наши мероприятия, они изначально противозаконны, так как мы собираемся и нарушаем общественный покой. Но стараемся делать это тихо, всех участников предупреждаем соблюдать правила дорожного движения. Участники подписывают так называемые регистрационные анкеты, карточки, в которых они берут ответственность за свои действия на себя. Конечно, да, это плохо, но что делать? Адреналин нужен людям. Люди ездят, люди гоняют, и гоняют как сумасшедшие. Пускай уж лучше они гоняют по ночной Москве, когда нет людей, детей и меньше машин в городе. Гонки, понятное дело, нелегальные, связанные с превышениями скорости, с нарушением правил, с милицией со всех сторон. То есть, по-моему, более экстремально, чем 402 метра по прямой. Мы подъезжаем к самому молодежному дворцу в Москве. Это МТМ. Двух мнений быть на эту тему не может. Единственное, что надо сейчас смотреть колхозников. Мы, кстати, забыли священное индийское животное. Мы должны предоставить фотографию. Ну, так у нас же есть... Так, вот оно, священное индийское животное. Иди, фотографируйся. По условиям мы должны сфотографироваться с священным животным страны Индии. Но всем понятно, что это не слон, а корову, потому что в Индии, если корова лежит посреди дороги, то все объезжают ее или обходят. Если нет возможности, просто создается пробка. Но тронуть корову никто не имеет права. Ну, а теперь фотографии у нас есть. Идем и ищем чекпоинт. Есть разные типы гонок. Сегодня был игровой челлендж. Соответственно, есть просто скоростные челленджи, когда нет никаких заданий, есть только точки. Есть челленджи поисковые, когда нужно не выполнять какие-то задания, а разгадывать какие-то ребусы. Соответственно, путем этого находить определенную контрольную точку. Прости. Где корова? А чурбан? А чурбан? Я чурбан. Чурбан – это шапка такой. Вот и у меня шапка. Фотография коровы. Корова там сфотографирована. Покажи. А покажите. Ну что, вы не верите? Нет, 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 нет. Покажи. Так, ребят, ну давайте. Нам корову. Перестаньте сейчас же. Нам корову. Ладно, ладно, а то вас так потеряли. Не стоит утомлять уважаемую публику рассказом о том, какие еще задания нас поджидали вот и ночь. Долго ли, коротко ли, но мы добрались до финиша. Ну что, вот и финиш, давай посмотрим, что там. Владимир, ты как старший экипаж, поскольку я весь ушел в руление. Пойди узнай, что мы должны сказать. Мы не следовали указаниям организаторов буквально, иначе нам пришлось бы прибыть на финиш в ступе и чуть ли не в маскарадных костюмах. Зато мы получили ответ на вопрос, легально ли все это или нет, а если нет, то почему. За рулем вы были? Нет, я была штурмом. Ваш пилот нарушал правила? Нет. Если появится абсолютно легальная такая вот структура, да, точно так же, как драгрейсинг, который раньше был нелегальным, потом кто-то взял его под свое крыло, организовал абсолютно официальное соревнование, народ оттуда стал уходить, да. Проблема в том, что как только это все становится официальным, это становится бизнесом. Пропадает драйв и адреналин. На этом люди начинают делать деньги. Ребята, а все выполнили? Да. Ну что, пора подводить итоги. Ну, наверное, начну я. Так уж получилось, что, чтобы история имела какую-то интригу, наверное, мнения должны разделиться. И поскольку мнения могут делиться в плюс или в минус главным образом, ну так у нас сложилось. Я, наверное, так и поделимся, да, потому что, глядя на Владимира, не приходит в голову, что ему можно отвести роль плохого. Плохим, наверное, выступлю я. Все вот это вот мероприятие, да, это вот 4 часа чистого удовольствия, я пытался задать себе вопрос, что объединяет здесь этих людей, ради чего они сюда приехали. Конечно, не готов сказать, что это главный лейтмотив для каждого, что это главная движущая сила, привезшая сюда каждого из этих людей, которые участвовали в этом мероприятии. Ничего плохого в этом мероприятии не вижу, но что смущает, что многие участники, говоря об этом, употребляют слово «нелегальное». Нелегальное, к сожалению, пожалуй, это пока одна из немногих сил в нашей стране, которая способна объединить молодежь, в общем, и сподвигнуть их на какие-то действия активные или не очень активные. Ну, смотря чем считать вот это сегодняшнее мероприятие, вот это, конечно, грустно. Я считаю, что, поскольку я вынужден быть оппозиционером в отношении к тебе, да, должен сказать, что, ну, в общем, по большому счету ты прав, с одной стороны. С другой стороны, почему эта молодежь, почему в это время? Всю жизнь запретный плод был сладок, понятно, да, еще начиная с времен Адамовых. Ты вспомни наши времена, времена нашей молодости, когда мы вступали во всякие неформальные объединения молодежи и, в общем, находились постоянно под колпаком у Мюллера. Было такое? И ничего плохого в этом нет. Ну, пусть будет нелегально, хотя, по большому счету, ничего нелегального здесь не происходит. Никто не употребляет наркотики, я сам проявился, абсолютно нормальный, даже не пьяный. Ведут себя абсолютно нормально, говорят хорошо, абсолютно приятная современная молодежь, но пусть будет называться нелегальным, если это тот самый замануха, тот самый крючок, который народ уведет от тех же самых наркотиков. Ну, в какой-то степени ты, наверное, прав, да, нелегальность в таких гомеопатических дозах, в общем, в этом ничего судительного нет. В общем, игра хорошая, советуем, будем играть сами, да? Наверное. Продолжение следует...